Доброе утро, дорогие мои друзья! Лас-Вегас YouTube.com Мила Гурзов приветствует вас! Вот у нас сегодня такое солнышко, как бы в дымке. И мы сейчас находимся на такой площадке интересной. И сейчас середина апреля. Птички поют. Всё распускается, всё звенеет. Активно очень. И вот сейчас вот это вот большой-большой стадион, где может любой сюда приехать и играть. И вот мы буквально как-то были, ну, наверное, уже дней 20 прошло, как активная зелень пошла такая на зелёный натуральный ковёр такой на этом стадионе. Можно посмотреть, что это натуральная зелёная травка, она пробивается. Вот однажды посадили, и сейчас, конечно, в зимний период, и глубокая-глубокая осень, это как ноябрь, декабрь, всё это трава желтеет. И вот потом уже, конечно, вот здесь вот такая красивая зелёная-зелёная лжайка. Ну, стадион очень-очень большая территория, здесь можно играть американский футбол, и дальше, вот дальше там, дальше, это детская площадка. Ну, на детской площадке я отдельно просто постараюсь показать видео, потому что она настолько продумана, там для каждого возраста ребёнка своя площадочка и определённые свои нагрузки, то есть конкретно по развитию ребёнка. И вот такой вот этот Хендерсон, он находится как бы вот, как в чаше, но он не в глубине, не в чаше. Хендерсон на возвышенности, это Лас-Вегас, как в чаше находится. И вот горы эти защищают от холодных ветров. Здесь, конечно, пустыня, и здесь зимой снега, и, конечно же, никогда вы не увидите ни одной снежинки. Но ветра бывают, потому что вот это вот горы такие хорошо защищают. Вот мы ездили на Ред Каньон, я снимала, делала видео Ред Каньона. Вот. И очень, вот как вот та вершина, вот такие шикарные, красивые там горы. Вот еще одно какое-то объявление тут. А, все построила. Ясно. И вот так оформлено вот газон, зеленое, и вот такими камнями выложено. Очень-очень оригинально. Я вижу это впервые. Просто супер, мне нравится. Ну вот сейчас я иду по такой аллеечке, вот такая красная дробля, мне такой камешек. О, такое шикарное цветение. Такое, такое красивое. Знаете, я, конечно, извините, но я не знаю все какие-нибудь названия конкретные данных цветений. Это нужно будет смотреть. Ну вот такой шикарный куст. Такой большой. Следующий вот еще точно такой же. Ей вот таких очень много. Воздух чистый. Нету этой загазованности. Очень нравится. Вот когда я смотрю на такие вершины, я очень люблю, когда горы. Еще мне очень-очень-очень нравится, когда горы в лесу или кустарники. Ну вот там дали вот зеленые видно. Очень красивый рельеф гор. Вот трава пробивается. Уже вот желтенького мало становится. Скоро будет все-все зеленое. Скашивать ее нельзя. И заново садить. Она вот сама уже по себе так и растет. Единственное, конечно, если вырастают очень высокие такие кустики, вот там она как такими кучками, то стрижка необходима. Так, дорогие друзья, я попала в такую красивую аллею. Очень-очень. Просто мне нравится. Я люблю, конечно, когда вот мне нравится более тропический, субтропический микроклимат, Средиземноморье, Черное море. Конечно, моя мечта – это посетить, моя мечта – посетить, конечно, Флориду. Еще Калифорнию я хотела увидеть, но это в дальнейшем. Калифорния, конечно, очень богатая, красивая. Такое. Там есть места очень красивые. Я смотрела соревнования по гольф-клубу. Блин. Я была просто в восторге. Мне так нравится на берегу океана. Такие парки красивые, деревья такие. Кровина. Вековая крона. В Америке вообще уделяется всему большое внимание. Буквально около каждого дерева. Вот такие вот подведения трубы. И обеспечивается полив. Очень некрасивое деревце. Такое нежненькое. Такое супер. Нежные-нижные листочки. Думала, прямо иголочками. Просто нежные листики. Я так счастлива, что сегодня вот нет такого активного солнца. Вот еще одна табличка. Пожалуйста. В предупреждении везде есть все это. Очень красиво. Нравятся постройки домов, конечно. Вот я смотрю. Двухэтажные домики в основном. Есть, конечно, трехэтажные частные дома. В каждом доме здесь бассейны. Потому что здесь пустыня. И здесь вот начиная буквально... Ну, в мае уже будет сильно жарко. А просто потом вот этих 4-5 месяцев таких активных, жарких. Где пустыня, где без кондиционирования вообще никак нельзя. И организирование воздуха в каждом доме. И кондиционирование это просто необходимо. Даже в машинах и везде абсолютно. В магазинах, где бы вы ни находились, везде кондиционирование. Все это продумано. Причем не просто кондиционирование. Вы не увидите. Вот сейчас мы идем. И вот вдали домики. Нигде не висят вот эти для кондиционирования ящики. Идет кондиционирование общее. Для климат-контроль. Для всего дома. Дома есть 200 квадратных метров. Есть дома и больше, и 300, и 400 квадратных метров. И 500 даже есть дома. Все хорошо продумано. И вот такой дом будет именно климат-контроль поставить. Вот такой кондиционирование общего дома. Вот. Уже у нас тут домики. А теперь горы. Красноватые такие горы. Очень красиво смотрятся со стороны. Итак, дорогие мои. Вот там далее площадка для домашних животных и собачек. Вот здесь еще такая система. Если вот сейчас вы наблюдаете, вот сейчас две собачки гуляют, да? То есть, если другие приехали, хотят погулять со своей собачкой, они должны знать характер своей собаки. Иначе, допустим, они прибежали вот на эту площадку, а эти собачки тоже с характером. И может произойти очень-очень неприятное столкновение. Собаки могут покусать друг друга. И это вплоть до... даже до суда. Поэтому нужно быть очень внимательным и дождаться. Если вот никто не подъезжает к данной площадке, обычно на машинах подъезжают со своими животными, то вы можете спокойно выгуливать своих собак. Сколько вам вздумывается. Конечно же, если кто-то подъехал, то вы самое большое, это можете выдержать 5 минут, 10 минут, и все, вы должны освободить данную площадку. Иногда мы приезжаем и смотрим, вот как бы сейчас гуляют наши собачки, и вот мы смотрим, то как бы вместе очень много разных пород гуляют. Ну, там, конечно, надо смотреть. И спрашивать у хозяев, какого характера собака. О, я еще подошла. Такой интересный, видите? Вот такой, просто интересный, интересно, поближе. Так. Ветром качает очень сильно. Веточку надо придержать. Очень-очень сложно, а я хочу вам показать. очень интересно, большое такое деревце. И полив, обязательно полив. И так, я вот такую прогулочку совершила. Такую оригинальную, неплохую. Бывает, что у спортивной площадки вообще, вот просто много приходит команды, там играют. вот еще можно было бы наделиться. Такая нежненькая, понравилась. Здесь, конечно, сегодня благодатная пора. нету жаркого солнца. Это большой плюс. Ну, минус, конечно, для меня. Я, я сегодня не загораю. Воздух чистейший. Нету пыли, нет, не слышу, вот абсолютно, чтобы бензином пахло, вот как там трасса, вот очень хорошо защищены мы. Так, дорогие мои друзья, я небольшую такую в вкусе привела. Вот. Ветер есть. Ну, не такой сильный. Хотя, Лас-Вегас, конечно, здесь он много ветров есть. Много. Просто есть такие вотчики. Урагана нет, конечно, но витра сильнее было. Дождей нет. Один раз за всю зиму я здесь видела мелкоморосеющий дождь. Так, дорогие друзья, заходите на мой канал youtube.com мелодорозов. Задавайте ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте плюсики. До скорой встречи, дорогие друзья. иди, здророзоваясь. Петли, Продолжение следует...